Декоративные крышки служат для маскировки канализационных и водопроводных люков на участке загородного дома. Вместе с тем они выполняют защитную и декоративную функцию. Крышка люка может выглядеть как сказочный сюжет, миниатюра ветряной мельницы или имитация природного камня валуна. Такие изделия практически неотличимы от натуральных камней. В сочетании с окружающей природой создают на участке естественный и гармоничный вид. Посмотреть все модели декоративных крышек можно на сайте HitSat. Ссылка будет в описании к видео. Более 70 моделей, выполненные в различных стилях, обязательно вам понравятся и вызовут восхищенные взгляды соседей, когда они увидят такую красоту у вас в саду. И снова здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Вот все растения, которые стоят у меня на столе, и картофель, в том числе и земляника почему-то здесь. Как вы думаете, почему они вот все вместе оказались на этом столе? Что же их объединяет на нашем огороде, в нашем саду или там в теплицах? Да, конечно, все просто и понятно. Одна болезнь, которая все посленовые, в том числе землянику, гречику, клещевину поражает – это фитофтора. И сегодня речь пойдет о ней. Вот вы наконец-то обрадовались, да? Наконец-то про фитофтору, потому что каждый раз, получая ваши комментарии или звонки, я понимаю, что вы все болезни, например, картофеля, называете фитофторой. Помидор – все называете фитофторой. Ну, я хочу вас познакомить с этим заболеванием. Оно, кстати, ну, не знаю, как правильно вообще по-научному сказать. Оно грибное или грибовое. Ну, то есть, возбудитель гриб, значит, грибовое, а не грибное. Возбудитель гриб, да, такой страшненький. Причем эти споры, они живут не только в земле, не только на растительных остатках. Они у нас летают в воздухе, они переносятся ногами из теплицы на огород и наоборот, хотя в теплице более защищены растения от фитофторы. Это замечательный гриб, живет вечно, в отличие от нас, и плевать ему на наши все телодвижения, как я понимаю. И обратите внимание, здесь на столе нет ни одного препарата, который действовал бы против гриба. Скажу почему. А только потому, что это заболевание, оно очень, ну, я бы сказала, мобильное. Трудно поймать споры этого гриба, трудно их собрать и уничтожить. Можно сеять белую горчицу, можно фацелию, то есть сидераты, да, чистят землю. Можно обрабатывать медисодержащими препаратами, можно, вот всего чего можно от фитофтороза. Но я всегда, вот сколько себя помню уже в качестве консультанта, говорю, что, а давайте мы с вами за месяц до высадки томатов уберем ему в неделю по 2-3 листа. У меня уже мозоль на языке говорить подобное. Вы чего меня не слушаете? Вы почему поливаете все из шланга, пусть или бросили шланг в теплице, или стоите и орошаете помидоры? Да вы что, с ума посходили, что ли? Да вы что делаете? Вы поймите, что он не разовьется, вот этот вот, вот эта фитофтора, если воздух будет сухой, чем меньше влажности в воздухе, тем меньше поражение фитофтороза. Когда приходит фитофтора? Да в августе месяце, во второй половине, когда и влаги больше, температура становится ниже, точка росы поднимается, и туманов становится больше, всевозможных осадков больше, и холодно. Вот это условие, когда фитофтора начинает просто вот, ну не знаю, плодиться со страшной силой. За 8 дней ваши томаты в теплице могут погибнуть полностью. Вы меня услышите, пожалуйста, и перцы с баклажанами так же быстренько исчезнут из ваших парников и теплит. И не надо поливать картофель из шланга, бросить в межу я еще как-то согласна. Но вы должны понимать, что вот все, что происходит, когда из почвы выходят вот эти все споры, они же могут и улететь куда угодно. Вот именно поверхность почвы под кустами картофеля, это самое опасное место. И картофель хотя бы один раз за сезон должен быть окучен. Но не саргофаг, который его такой строите, тогда и картофель оттуда никогда не вылезет и ничего там не вырастет. А это разумное, да, окучивание на высоту от картофелины до поверхности почвы. Ну тут как бы у нас, да, такой вот холмик, должна быть трехлитровая банка. Этого достаточно, чтобы все, что здесь на нижних листьях заболело, не дошло до картофеля. Но этого достаточно, не надо саргофаки делать. Если картофель, есть такие сорта, которые, ну, больше других поражаются фитофторой, но при этом они очень вкусные, они разваристые, они замечательные, очень урожайные. Конечно, как Тулеевский, его три раза надо окучить. И не просто так это рекомендуется. Все-таки мы защищаем его от предполагаемой фитофторы. Хотя листовая масса у него очень маленькая. Вот почему на столе здесь и земляника, которая тоже поражается фитофторой. И она тоже мгновенно исчезнет с вашей делянки, если вы не будете понимать, что надо делать. Опрыскивание таким простым раствором, как молочная сыворотка, можете ее развести, можете ее не разводить. Можете ввести 3-4 капли йода, можете не вводить, можете просто сывороткой. Но один раз в 10-12 дней вы должны поздно вечером, когда солнце село, когда уже не погибают молочные бактерии на солнечном свете, надо, чтобы они поработали. Вы поймите, что с 6 до 8 открыты листовые устья яйца. И если вы пошли в теплицу и начали поливать все из шланга, вы собьете, возбудите выброс этой гадины, и в листовое устья попадет эта фитофторинка. Так я ее назову. И все, растение заболеет через 8 дней до свидания. Поэтому нет, все должно быть закрыто. Опрыскивайте молочной сывороткой. Можете делать ведро воды, литр молока обезжиренного, то есть обрат от молока, когда вы сливки сметану гоните, у вас обрат остается. И туда введите 3-4 капли, но до 15 капель. Больше нельзя, вы испортите все. И также вечерочком опрыскайте. Если видите, явно развивается заболевание таким раствором, когда 9 литров воды, литр молока обезжиренного, обратно и несколько капель йода, нужно каждый день в течение недели опрыскивать. Тогда спасете только растение. Вот я вашей наивности просто поражаюсь. Мы все делаем для того, чтобы фитофтора была. Вы знаете, я, конечно, люблю поговорить, но когда об одном и том же, что-то мне тоже уже не хочется. Я сколько уже раз рекомендовала, ну не сыпьте вы этот перегной в таком количестве в картофельную делянку. Ну не поможет, ну неправильно все это. Перегной всегда кислая среда, это раз. Навоз, кислая среда, это два. Вы очень мелко его запахиваете, это три. Это все вокруг картошки. Это 100% гарантия, что фитофтора у вас будет. Вам оно надо? Ну если вы вносите перегной, ну второй-то компонент-то внесите доломитовую муку. Ну это что, сложно. Один раз в 3-4 года это сделать. Если вы собираетесь вырастить здоровую картошку, ну один раз постарайтесь. Ну желательно с осени раскислить все как положено. Ну не бывает чудес вот таких вот. Вот не бывает. Если вы ничего не сделали, вы ничего и не получите. Ну, я надеюсь, все, я не буду больше ругаться. Вот клянусь вам. Я больше слова не скажу про перегной и про фитофтору. Вот хоть убейте меня. Но если в теплице вы видите, что с помидорами, если не завязались цветочки у помидора и они болтаются на нем, вот это первый рассадник фитофторы. Уберите все вручную. Вынесите куда-нибудь подальше или лучше куда-нибудь у мангала или в костер сбросьте. Ну, услышали меня? И нижние листья у томата надо обрезать по мере его роста. И у перцев тоже отбирать. И пасынки тоже удалять. Все, что внизу, там должно все проветриваться. Ну все, я закончила. Всего доброго вам и до свидания.